в будущем где windows 13 захватила почти все не может победить людишек технология которая имеет преимущество на поле боя да и в самом выживании ничто по сравнению со всратой кучкой повстанцев ты серьезно я просто прикалываюсь которые рукавом вытирают не только нос ну и жопу и эти людишки каким-то образом получили доступ не только к оружию а к самой настоящей машине времени вот это поворот да и сам искусственный интеллект вместо того чтобы создать корона киллер и распространять вирус всеми путями в том числе и половым путем благодаря созданию кожного костюма он додумался отправить киборга в прошлое чтобы убить кого-то там да и отправляют одного они целый отряд зная что у врага тоже есть машина времени кто так делает а вот и арни терминатор только до прошивки добродел тут он очень злой настолько что вместо протеинов любит оружие и газировку из нефти журнальчиком об электронике шел бы арни голым до поста ментов или еще хуже до гей-клуба где бы и шмотки нашел и на кожаный карман подогрев и не только если бы вдалеке не было три на река все в стирке да все в стирке да пацану хоть сейчас служить но сами на реки оказались непростые по крайней мере один из них который оказался молодым шауканом и зная что он в будущем выкинет за хуйню с убийством джонни кейджа решает навесить ему свой карман и апперкот а вот это кайл рис но он не интересный персонаж не считая что был самым крайним среди всех так и попал в прошлое которое не только не знает так еще и один вместо целого отряда падающего жопами друг на друга да что ты черт побери такое и везет кайлу что машина и везет кайлу что машина времени портнула его на землю в переулках они на крышу небоскреба с которого пока бы голый тарзан криками пытался привлечь внимание то арни уже и сару нашел и семью бы свою создал что было веселее когда ракеты вы рванули повсюду и минатор и закончился бы на пол первом фильме смекаешь а это сара и необычная а конор нет не та которая бессмертная она очень смертная настолько что она и закусочной работает и оскорбление чувствует со стороны жирных педулик так бы она и работала в пельменный если бы если бы кайла стопанули бы на проверке документов или еще лучше на улице были люди которые вы видели его расправу саракона да нет пошел нахуй копы красавцы знают что убивают с одинаковым приметами плане имени они не могут освободиться от поедания пончик чтобы послать оперов к остальным кто жив даже помимо этого кайл такой же красавец решил бродить в открытую неподалеку так еще и в грязном плаще чтобы и сара не то подумала и менты остановили чтобы все сорвать умеете арни который является моделью киборга т-800 с весом в 320 килограмм но это немного мешает арни пробить ударом грудную клетку и не мешает голому пареньку сдвинуть поднимаясь 320 килограмм с одной стены до другой и в чем прикол киборгу делать недовольное лицо ломая полу покером дверь одновременно чуть ли не падая в этот самый момент кто-то долбит его в дупло пропустим ту деталь где кайл подрезал деньги чтобы пройти может я упускаю момент но откуда кайл знает как выглядит терминатор если в будущем все фанаты арни и делают с него слепок то понятно а если другие внешности то не рисковал бы контуженный стреляя в чела который мог просто хотеть познакомиться вытаскивая призики мотиватор хуев максимальная скорость терминатора т-800 74 километра тут бы все и закончилось если бы не послали в прошлое бракованного киборга логика кайла конечно непонятно знаю что он встретиться с арни лицом к лицу взял только дробаш но не успел намутить даже пары гранат или c4 а лучше всего противотанковое ружье чтобы наверняка так и хули ты пришел останется загадкой на хера арни испарился вместо того чтобы перебить всех и сразу и цель и врага и потом переодеться в полицейского поехать в мексику заняться нелегальным бизнесом чтобы купить у китайцев кожу и устроиться в компанию по созданию кибероружия и интеллекта чтобы в конце пройти прошивку стать скайнетом удобно вы придумали хорошо что в арне залили файлы по самопочинке от у них нет выбора их защитная сеть сломана а тут уже провал если скайнет единственная сеть то если она повержена как они отослали арни в прошлое и если у людей все хорошо то почему не послали две тысячи солдат против киборга а только одного контуженного который мог бы настолько всрать что было бы всем стыдно тебе он не кажется тупым сука твою мать толку от вас как от козла молока а если скайнет не единственная программа а есть и еще то почему не отослали тысячу арни и почему его как вообще могли победить если помимо тупых т-600 есть новые т-800 и в единичных разливах т-1000 которые могли бы просто проникнуть в стан врага стать лидерами и уничтожить все сопротивление не забывая про вирусы штурмовать полицейский участок у одиночку являясь машины убийцы это конечно прикольно но зная что цель может уйти разве нельзя было угнать примеру танк если была такая возможность или взять пока в плен копа на улице и пересчитать все у кости где находится сара в какой комнате чтобы потом туда запустить пару снарядов и пока арния любезно показывает что он электрик от бога тот же момент полиция показывает что либо у них нету мозгов вызвать армию либо в этой части фильма еще нету этой самой армии которая могла бы хорошенько хорошенько бы повредить арни чтобы потом взять на испытания чтобы по его модели делать уже и свой прогресс геноцидов of course в армии встроена два ядерных блока один из которых в крайнем случае можно было бы довести до херого состояния и кинуть любое место участка и спокойно поменять немного кожу и идти выступать на мистер олимпия пока бы не появились титановые братки из будущего как его фанаты ведь ситуация с людьми непонятная бы вышла великолепный план просто охуенно если я правильно понял надежный блять как швейцарские часы арни мог бы найти по тепловому следу или последуй с бактерией но раз он не проходил такие прошивки то ему и остается искать мамкин телефон чтобы потом идти с оружием там где приблизительно должна быть вся армия штата может быть и не только и он успел заехать к матери сары загасить ее и ждать звонка и надеяться на то что они с матерью не в ссоре которая бы обеспечил несколько месяцев никаких звонков и опушки воробушки наступает момент сисек писек который создает парадокс во времени и в пространстве тип которого послал в прошлое его командир долбит его мать и становится его отцом и все делает во времени когда этот тип еще и сам не существовал дабы он чтоб погиб и через херва кучу времени появился тип которого бы послал его сына в прошлое а беру дома через 20 минут как-то получилось что кайл рассчитал что когда он скинул свой материал сару а потом заявился арни и уебав по нему машины то арни не всадил очередь через лобоуху в сару она же не бритва чтобы управлять пулями и откуда кайл знал что арни по приколу не заставит дорогу подарками в виде мин да ладно кайл молодец успел все-таки закинуть и в сару и в машину вот только при взрыве будь это реальность сара бы летела мертвая до следующего штата и тогда бы кайл прикурил бы сидя на тротуаре слушая как бы арни угорал над ним и кидал возле него обшметки кожи усываясь выполнением задачи следующий раз хорошенько подумаешь да и арни не понравился такой исход мало того что теперь придется больше денег собирать на китайскую кожу так еще и массу набирать для конкурса ну и как же интересно получилось что терминатор гонится за жертвой на заводе который создаст скайнет по крайней мере там где будет для них прорыв зря вы сюда пришли можно гадать вечно на какую жвачку он приклеил пародию динамита на армию но в этом ничего странного нету ведь надо как-то выпилить персонажа с сопанной борьбы против киборгов и оставить бабу одну с половинкиным да и какой опыт если этот мудак полез почти в рукопашную имея заряд взрывчатки блять зачем ты это допустил и не будем мы принимать все то что терминатор должен был выполнить задачу в любом случае ведь если бы даже он и не задушил бы сар у него было два ядерных блока которые должны были разнести все в расстоянии километра